Всем доброго дня! Вы на моём канале Наталья Осецкая, канал о вязании и обо всём, что связано с вязанием. И вот сегодня я опять вступаю в новый совместный проект. Ну вот, надо будет собрать все свои силы, возможности, и мне очень хочется повязать в компаниях, в интересной компании. Собираются очень интересные девочки, многих я знаю, со многими будем знакомиться в процессе вязания. И давайте сначала расскажу, что это за проект, расскажу его условия, потом расскажу, почему у меня вот здесь так всё вот это вот лежит. Итак, проект называется «Вязаные уютные мелочи». Что это такое? Это интерьерное вязание. Можно вязать салфетки, прихватки, пледы, налочки на подушке, ковры, дорожки. Да вот всё-всё, что создаёт интерьер в доме. Значит, проект будет длиться с 1 сентября по 30 мая 2025 года, практически год. Отчёт будет выходить раз в месяц с 20 по 30 число ежемесячно. Ну вот, собственно, все условия. И самое главное условие, значит, я сейчас снимаю вступительное видео, потом с 20 по 30 сентября у меня будет отчёт, что я хочу взять в этот проект. Давайте я начну вот с этого, я отодвину сейчас вот это, ой, извините, я вас чуть-чуть дёрнула. Я чуть-чуть отодвину вот это вот пряжу и расскажу, что у меня здесь стоит. У меня здесь стоит такая большая корзина, фикс-прайсовская. Здесь у меня лежит пряжа, вот так на дне уже осталось, да и достаточно немало. И плед. Плед это я начинала вязать давно, наверное, года на два точно. Может быть, даже не помню, когда. Оля, канал её называется Лёля-рукодельница, предложила нам связать плед на благотворительность для детей, ну, для больных детей. Я, естественно, когда благотворительный проект, я во все проекты захожу. Девочки, кто смотрит, смотрел мои видео на Ютубе, на Дзене, он, наверное, знает, что раз благотворительный проект, и я его вижу, что он есть, значит, и это проект, где я обязательно принимаю участие. Я стала вязать сплет, стала вязать сплет, это пиксельное вязание, крючком. Честно говоря, не очень люблю крючок, но, в общем, крючком интерьерное, да, я понимаю. В своё время меня вязать учила моя прабабушка, ну, что, собственно, она могла научиться вязать пятилетнего ребёнка. А вязала она у меня просто замечательно. Больше в моей семье, кроме прабабушки, никто не вязал. Вот это вот, такое наследство досталось только мне тоже. И она вязала там салфетки, подзоры для полотенец. И вот для меня крючок – это интерьерное вязание. Я решила, что я свяжу пледик. Я приготовила пряжу, стала вязать, и у меня стал болеть средний палец. Так стал болеть, что я просто не могла вообще ничего вязать. С горем пополам я вязала, потом я останавливалась. Вначале начала прям очень интенсивно, потом я стала останавливаться. Потом, ну, в общем, это целая была история. Потом я вообще остановилась. Остановилась в ней в зале, когда у меня прошёл палец. В прошлом году мы были у Оли. У нас была встреча, и мы были у Оли в Нижнем Новгороде. Я ей говорю, Оля, мне так стыдно перед тобой, что я до сих пор не связала плед. Она говорит, ничего, свяжешь, пришлёшь, плед всегда нужен. В этом году мы встречались у Иры Полевода в Самаре. Думаю, надо обязательно довязать плед. В этом пледе мне надо связать всего-то 4 квадрата. Смотрите, он уже вывязан в длину и на тот размер, который говорила Оля. Честно говоря, я уже не помню, какая там должна быть, какой размер этого пледа. Но я, когда вязала, я всё вымеряла. И мне надо вывязать вот сюда 4 квадрата. Вот 1 квадрат. Так, по-моему, так. Да, вот 1 квадрат, 2 квадрат, 3 квадрат, 4 квадрат. Осталось 4 квадрата. Почему-то я стала вязать квадрат вверх. Почему я его стала вязать ещё, я не знаю. Но вот это мне надо распустить и вывязать 4 квадрата. Я подобрала сюда нитки, те, которые подходят по цветам. Уже, конечно, всё забыла. И вот он у меня остался, завис. И мне его надо довязать. Я хочу это сделать первым. Обязательно прям первым делом. Потом его надо будет постирать и, наконец, отправить Оле. Вот такой у меня плед должен связаться, должен был готов. И я, когда увидела, что будет вот этот проект, я просто с удовольствием решила, что я должна вступить и в первую очередь довязать вот этот плед. Так, ну и вот здесь у меня ещё вот такая пряжа лежит. Что это, собственно, такое будет? Я надеюсь, что плед я довяжу. И постараюсь его довязать побыстрее, но как будет время. Вот это Ализе Пуффи. У меня таких шесть упаковок, то есть в каждой упаковке пять моточков. У меня таких тридцать моточков. Я хочу из него связать плед на дачу. Должна была связать к этому лету. Но я уже несколько раз в низких видео говорила, что мы будем не строить на даче новый дом. Но дом на даче у нас ещё не строился, потому что наш строитель, наш строитель из Белоруссии. И, ну, в общем, там у одного из... Нет, не у одного из... А у того человека, который приезжает из бригады, тот человек, который, ну, наверное, организует. Я, честно говоря, не очень знаю. Я не общаюсь с этими людьми. Вот тот человек, с которым общаемся мы, у него случилась беда, и он уехал на несколько дней, задержался надолго в Белоруссии. Потом у него там были проблемы, которые он был... Вернее, работу, которую он должен был закончить. А потом уже приехать сюда. Но сказал, что в сентябре будет строить. Сентябрь, октябрь будет строить. Хочется надеяться, что дом будет построен, и на будущий год будет связан плед вот из этой пряжи. Как только я довяжу вот этот плед детский, я тут же начну вязать вот этот плед из пуфи. Я понимаю, что он вяжется просто, быстро, но он должен быть 2,20 на 2,40, то ли 2 на 2,20. Вот такой вот просто огромный. Ну, 30 смоточков, понимаете, что он не будет маленький, да? И что это за пряжа? Это Ализе Пуфи. В этом, в этой пряжи, так, цвет, вот здесь у меня есть цвет, 742, такой он, ой, как этот цвет называется? Наверное, светло-бежевый. Нет, это не бежевый. Это такой, ближе к телесному цвету. Здесь 100 граммах 9 метров. Вяжется он вот петельками. Ну, я думаю, что показывать нет смысла. Многие знают, если не все вязали, то многие видели и знают, как это вяжется. Вяжется очень быстро, но петельки такие хитрющие. Я много вязала таких пледов из этой пряжи. Ну, много, для меня много, потому что, ну, может быть, порядка 10. Ну, я считаю, что это немало. В общем, и вообще это немало. Один плед был вообще большой, хоть там 9 моточков ушло у меня, плед на детскую кроватку, он прям большой-большой, он прям на взрослую кровать. Единственное, туда бы 9 моточков ушло. Если бы я еще моток добавила в длину, он бы был подлиннее, и можно было бы на кровать уже, для ребенка, но на большую кроватку. Ну, в общем. И что я хочу сказать по поводу петелек. Они такие хитрые, они все время стараются спрятаться. Вот так вяжешь, 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 переворачиваешь и смотришь. А там вот петелька осталась. Процесс спускаешь, опять все вяжешь заново. Поэтому очень-очень внимательно нужно вязать вот из этой пряжи, прям вот собираться, все убирать в стороны, чтобы не мешало, и вязать плед из этой пряжи. Но, честно говоря, вязать из этой пряжи мне доставляет удовольствие, потому что я вяжу и отдыхаю. Так, это у меня будет второй процесс. Дальше у меня вот такая есть пряжа. Не смотрите, что она вот такая вот вся волнистая. Я ее не выпрямляла. Еще я обычно из такой пряжи не вяжу. Я ее выпрямляю обязательно. Но дело в том, что я себе... Это, так, какая-то пряжа. Эта пряжа называется Газал Викинг. 100 грамм, 100 метров, 30 процентов, 6, 70 процентов акрил. И цвет этот 40-23. У меня... Я себе связала кардиган. Очень красивый. У меня был на спине аран вывязан. Но кардиган, во-первых, я его не носила. Я его связала и все. Но, во-первых, он... Я его надо было... Вы же понимаете, что, да, когда вязаная вещь, она облегает очень, очень облегает тело. И надо было его, естественно, расширять. Я обычно расширяю вот от подрезов, расширяю себе изделие. Но этот кардиган я расширила, я не знаю, может быть, два раза, может, три раза прибавила, может быть, пять раз. Я уже не помню, потому что это было три года тому назад. Я... В квартире делали ремонт, и я жила не у себя дома. И, в общем, снимала так с руки, буквально на одной ноге. И... Поэтому я вообще не помню, что у меня, как там вязалось. Но когда я постирала этот кардиган, я его хотела сделать чуть ниже, вот закрытое колено, чуть закрытое колено, когда я постирала, у меня оказалось, что он вытянулся по середине икры. Я на это дело посмотрела и сказала, я его носить не буду, и начала распускать. Вот несколько маточков у меня распущено, и как-то я положила, думаю, свяжу-ка я себе на дачу, тоже на дачу, наверное, из этого плед. Вот, ну, не знаю, когда будет холодно, может быть, с вечером прохладно, там сесть на шезлонг и укрыться этим пледиком, и, может быть, заснуть приятно, отдохнуть. Вот. Ну, вот такой плед я планирую вязать. Я не знаю, какой это будет плед. Это будет крючком, наверное, вряд ли, потому что крючок много ест пряжи, а так как она толстая, у меня, ну, смотрите, у меня всего тысячу метров, да, десять моточков. Я думаю, что я буду вязать спицами толстыми какими-нибудь. Это, наверное, будет какой-нибудь теневой узор, ну, вот такой самый-самый простой. И еще вот эти три моточка. У меня что-то здесь прям сплошная зелень пошла. Да, вот хочу сказать, очень красивый цвет у этой пряжи. Он такой темно-бутылочный, и какие-то у него идут вкрапления, они вот прям полосочками, они черные, темно-синие, черные, вот прям красивый очень цвет. Вот эти три моточка. Вот это у меня бобинные пряжи, и это, и это. И все, больше у меня нет. По-моему, у меня еще должен быть изумрудный цвет. Не знаю, где посмотрела, что-то не могу найти его, но вот эти вот три цвета, я понимаю, что они как-то, наверное, не очень хорошо сочетаются, но, тем не менее, я хочу их пустить в дело. Всего у меня такой пряжи больше двух килограммов. Из этой пряжи я очень давно вязала мужу джемпер. Вязала на машине. Был очень красивый джемпер. Честно говоря, я даже не помню, не знаю состав этой пряжи, потому что я тогда жила на Дальнем Востоке, на Русском острове, и покупала пряжу бобинными. А бобины были большие, там, по-моему, по два, по два с половиной килограмма. Я даже не знаю, не помню, чьи это. Я только помню, что у меня были две бобины хлопка. Хлопок был японский. Я вот вязала себе вот такую салфеточку. Сейчас покажу. Вот такую салфетку. Это японский хлопок. Вот это я помню. Ну что там, как, вообще ничего не помню. А вот эти бобины, я все бобины, которые у меня были, я собрала. Те, которые были еще намотаны, когда я уже переехала с Дальнего Востока, я передала женщине, она жила в доме, как он называется, дом престарелых, наверное. Вот. И я отдала ей, она была очень рада и счастлива. Она там вязала, сидела. А это у меня было вот перемотано в такие кейки, и уже у меня остались они почему-то дома, почему-то их не отдала. И вот уже много-много лет лежат этой пряжи, там, я не знаю, просто миллион лет. И я хотела бы из этого все извязать тоже в плед и тоже на дачу. Вот это, это ниточка, это не бобинная пряжа, это были моточки, но у меня мама, она имела, вообще моя мама не вязала за все время, вот сколько я себя помню, у меня мама шила идеально, шила у нее просто вот. Она мне когда-то еще училась в школе, шила синее, у меня было шерстяное платье, а рукава и верхняя часть груди была связана, верхняя часть переда, была связана такими жучками, крючком. Это вот единственное, что я помню, вязала моя мама, она вообще не вязала. Вот. И когда появлялась пряжа у нас дома, а появлялась она крайне редко, потому что, ну, мама не вязала, а потом же, когда я стала взрослой, это уже, наверное, после института, я жила некоторое время дома, когда муж был за границей, я покупала пряжу. То ли я покупала это, то ли мама покупала эту пряжу, я не помню, но она имела манеру, она считала, что пряжа должна быть смотана вся в клубочек. Почему она так делала, я не знаю. Вот эта пряжа совершенно новая, но вся перемотана в клубок, и сколько ее, я тоже не знаю, может быть, полкилограмма, может быть, грамм семьсот, но всего этой пряжи, вот этих три цвета, у меня больше двух килограммов. Как я хочу вязать, я не знаю, я бы вязала спицами, потому что я не очень люблю крючок, я боюсь, что у меня опять начнет болеть палец, и это будет просто не очень приятно. Но, вот из-за крючка я боюсь, что будет болеть палец. А спицами, представляете, если связать большой плед, вот так, как вот этот, вот я планирую, два, два на два двадцать, какие у меня должны быть спицы, и связать спицами. В общем, не знаю. Вообще не знаю, что будет. Я только знаю, что я хочу из этого пледа. А какой он будет, я не знаю. А есть у меня еще пряжа, из которой я хочу связать, наволочки на подушке. еще есть пряжа для пледа, я покупала. Но пока я не буду даже, нет, давайте я один моточек покажу той пряжи. Может быть, я не зеленую буду вязать, а вот ту пряжу захочу пока повязать. И сейчас я вам ее покажу. У меня этой пряжи 25 моточков. Сейчас, секунду. Она у меня лежит в комоде уже три года. Вот такая пряжа. Пряжа из Троицка. Это подмосковная, полушерстяная пряжа. 50% шерсть, 50% акрил. И здесь цвет, называется светло-серый, 250 метров в 100 граммах. Но так как я покупала в фикс-прайсе, смотрите, какая цена еще, 99 рублей. Так как я покупала в фикс-прайсе, здесь, по-моему, 90 грамм, 80 грамм, 200 метров. Вот. Из него хочу, из этой пряжи, у меня таких 25 моточков, хочу связать плед. Вот, ну, не знаю, что я буду вязать из зеленых или из серых. Вот у меня, пока, как бы я хочу только пледы повязать. Чехлы для подушек я вязать пока не планирую, а там, кто его знает, может, я захочу связать еще и чехлы для подушек. Но вот пока, пока вот только вот так. Вот. Все показала, рассказала. Вот такое у меня пока такие хотелочки. Ну, как бы, хотелочки у меня замечательные. Вот хотелось бы еще чтобы мои все хотелочки обязательно связались. Я не могу сейчас, честно говоря, я забыла посмотреть, сколько девочек в проекте. Ну, вообще, а я не сказала, наверное, я же не сказала, кто организатор этого проекта. Проект организован Татьяны Татьяны Щукиной и Танзеля Галиулина будет проходить, а когда будет проходить проект, я говорила, с 1 сентября по 30 мая, и с 20 по 30 каждый месяц у нас будет отчет. Сколько участниц в этом проекте, пока не могу сказать, потому что, честно говоря, я забыла сегодня посмотреть, я недавно пришла с работы и тут же решила, что я должна снять вступительное видео. Вот. И, ну, девочек достаточно много, а сегодня только 20, уже только 28 число, до 1 сентября осталось еще 4 дня. Нет, 3 дня осталось. Может быть, еще кто-то прибавится. Поэтому, поэтому пока не могу сказать, сколько нас будет в этом проекте. Но в любом случае, я думаю, что проект пройдет замечательно, будет очень много красоты навязано, поэтому проходите, смотрите, приходите на канал девочек, смотрите. Я, наверное, сегодня обязательно оставлю ссылочку на девочек, кто уже есть в список. Нет, я, наверное, уже сейчас посмотрю. По-моему, готовый список и я обязательно оставлю список под видео. поэтому проходите, смотрите, можно уже идти по списку, смотреть ту пряжу, то, что пряжу, планы девочек и обязательно писать комментарии. Ну и приходите ко мне, смотрите мои планы, наблюдайте за тем, как эти планы будут продвигаться, а мне очень хочется верить, то, что они будут продвигаться обязательно. И пишите комментарии. Если вам понравится, ставьте пальчики вверх. И обязательно подписывайтесь, если вы не подписаны на наши каналы. Ну вот на этом, наверное, и все. на этом все. Я хочу пожелать всем замечательных предстоящих выходных дней. Подготовиться всем мамам, чьи дети идут в школу, подготовиться обязательно к школе к началу учебного года. Мы с вами раньше 20-го никак не увидимся, поэтому хочу поздравить всех с наступающим учебным годом. Пожелать удачи всем детям, внукам, у кого дети идут в первый класс, ой, не только в первый класс, у кого дети идут вообще в школу. Пожелать всем удачи, всем удачи, благополучия, чтобы было поменьше проблем в школе и побольше получали знания дети, а удовольствие родители. Ну и на этом все, до новых встреч, всем пока-пока. удачи, 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 удачи.